Какой же всё-таки Андрей бессердечный. Сергей еле-еле подходит к стулу этими маленькими шажками, руку тянет, ухватится за стул, а тот, главное, уселся и сидит, как король. Не руку подать человеку, не помочь подойти к этому стулу и сесть. Я в шоке. Всем огромный-огромный привет. Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело, обсудим очередной видеоролик. И, наконец-таки, наконец-таки доехали к Сергею. Долго-долго они собирались, долго выбирались. И, как Андрей сказал, я вот что болел неделю. Но, тем не менее, неделю болел. Ролики пилили, стримы делали, сидели, донаты собирали. А к Сергею всё никак не могли выбраться. Чё они туда привезли, нам уже не показывают. Ну, что-то в пакетах. Ну, скорее всего, один пакет с хлебом. Второй пакет может быть с какими-то куриными наборами. Ну, а что они могут привезти? Я понимаю, если бы заказали машину угля или, ну, несколько ящиков продуктов, всё-таки там не один Сергей находится. По сути, Сергей – это их протеже. Они его туда припёрли. И не только Сергея, сейчас ещё одного старичка, дедушку. Проще всего вот так вот взять и скинуть. Ну, и потом заявиться, такие как короли, усесться на стул и интервью проводить. Как у Сергея дела и всё прочее. Конечно, Сергею там лучше. Конечно же. И видно, по лицу его побрили, подстригли, чистая одежда. Хотя, по состоянию здоровья, я бы не сказала, потому что он уж совсем с трудом ходит. И хоть он и с палочкой, и всё равно вот этими маленькими шажками, получается, и плохо было ему, и скорую вызывали. И, по сути, тот Алексей так и не сказал, что с ним было, почему вызывали скорую, что с ним стало. И, конечно же, ему там может быть и хорошо, но всё же ему хочется, чтобы его навещали. Навещали те люди, которые его знают, которые родные люди. И да, по телефону у него прямо и всё задрожало внутри. Он расплакался, когда Андрей начал звонить сестре. И он внутри понимает, что он абсолютно никому не нужен. И не нужен, по сути, даже и доброделам. Те раскрутились на нём немножко, пару раз съездили, поклоны получили и сбагрили. Нет, ну, по сути, да, что они там могли сделать ему? По сути, ничего. Они же не способны ездить по больницам, там, решать вопросы с медициной, чтобы положить его в больницу, всякое прочее. Тут уже больше, знаете, вопросов к родне. И сестра, главное, говорит, что да, мы приедем, мы тебя проведаем. Мы приедем, и Ольга приедет. Все приедем, навешали человеку лапши на уши. А потом говорит Андрей, значит, им, что вот, может быть, и документы сами привезёте. Потому что, по сути, даже документы не дали. Соленье варенье какие-то там, наверное, шмотки передали, и больше ничего. И на что она потом сказала? У нас проблемы, пускай заедет Алексей. Зачем? Обещала. Вот я не понимаю таких людей. Нет, она там говорила, что у неё проблемы у мужа там со зрением. Она с ним где-то возится, она где-то с ним ездит. И, наверное, по больницам, по клиникам. Но неужели брата нельзя проведать? Ну, хотя бы, слушайте, раз в месяц. Никто не просит туда кататься каждый день. Хотя кто знает, кто знает. Но квартиру-то она предоставила свою. И кто знает, что в молодости там он творил, и, может, он ей какую-то боль душевную доставлял. Никто же не знает, что там у них было личного, какие там были отношения. Но всё равно, ребят, всё равно. Ну, вот как-то человек родной остался в таком трудном положении, в такой ситуации. Ну, хотя бы уже тогда не кормила обещаниями. А то мы приедем, все приедем, все приедем, а, по сути, заедете за документами сами. Вот так вот и получается. Ну, а доброделам что туда кататься? Как обычно, знаете, вот как обычно съездить, запилить видос заодно, ну, что-нибудь там завести. Ну, и спросить, какие у вас нужды, какие у вас нужды. А спрашивают всегда, куда бы они ни приезжали, в какой бы они дом милосердия ни приезжали, они постоянно спрашивают, какие у вас нужды, что нужно. Да, по сути, в доме милосердия, в частном, который, в общем-то, держится на людских пожертвованиях, как я понимаю, потому что это не государственный дом милосердия. Он, если честно, такой внешне страшный, что глянешь, никогда не скажешь, что это какой-то дом милосердия, где живут люди, и, ой, внешне, да, брррр, что-то такое неприятное. И, по сути, там всегда нужна помощь, там нужны продукты, уголь, ну, в общем, нужно всё, всё. Там и зубные пасты, и бельё, и полотенце, всё. Но толку говорить об этом мальчикам? Ну, вообще-то толк есть, чтобы слышали подписчики, возможно, организовали какую-то посылку для дома милосердия, возможно, на стриме передали, вот, на дом милосердия деньги. У них же, якобы, общая касса, и сами от себя они, по сути, не помогают. То есть, даже вот эти вот два пакета, которые они привезли, они не со своего кармана купили всё это. У них касса, где им донатят, на донатили и купили, на донатили и купили. У них же там написано, на добрые дела, свои деньги они не тратят никуда. Ну, вот не вижу я то, что они вот помогают как бы от себя. Люди помогают, люди, не мальчики, а помогают люди. И вот это вот такое какое-то хладнокровие, вот этой вот чувства нету внутри, теплоты, особенно Андрей. Вот у меня просто, я просто в шоке. Уселся и сидит довольный, улыбается. Да подай ты ему руку, подай, помоги ему пройти и сесть. То же самое. Пойдём, Сергей, проведёшь нас. Но если ты хочешь, чтобы он тебя провёл, возьми его под руку и пройди с ним до двери. Почему должна женщина его вести, а не ты, взрослый, здоровый мужик? Вот такой подопечный он ваш был, что вы даже брезгуете подойти к своим подопечным, подать им руку и помочь. Вот вся ваша душа видна насквозь. Посмотришь видео и видно, вы думаете о себе. Он пришёл и быстрее плюхнулся в этот стул и прилип к нему. А этот бедненький идёт, идёт и не может дойти. Вот прям вот такой вот неприятный осадок остаётся. Не знаю, ребят, как вы, а я вот прям не могу смотреть на такое. Ну и, по сути, я высказала своё мнение, что помощь везде людская. Что мальчики делают от себя? Это они, хорошие почтальоны. Посылки они хорошо доставляют, классно получают. Ну и доставка посылок до дома, доставка продуктов за деньги подписчиков. Ну и, ну, топливо, время, то, что они покатались. И то топливо, я думаю, тоже оплачивается с кассой, которая на добрые дела. А касса каждую неделю пополняется. В общем, ребят, у меня всё. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.